Председатель Следственного комитета Российской Федерации провел личный прием граждан в Москве. В столицу на встречу с главой ведомства прибыли жители Волгоградской, Самарской, Свердловской, Тульской и Челябинской областей города Москвы, а также из Хабаровского края. Жительница Саратовской области, многодетная мать Надежда Степанова обратилась к председателю СК России в связи с расследованием уголовного дела о смерти сына и его семьи. Женщина не согласна с основной версией следствия, согласно которой близкие ей люди погибли от угарного газа в результате ненадлежащей работы газовой колонки. Как полагает мать погибшего, причиной случившегося могли стать умышленные действия неустановленных лиц. Я очень благодарна Александру Ивановичу, что он нас принял. Мы надеемся, что пообещали нам, что он возьмет все под свой контроль. Выслушав доводы саратовчанки, Александр Бастрыкин заслушал следователей, отчитавшихся об имеющихся результатах расследования, в том числе об исследовании Вент-канала и предполагаемых причастных к происшествию лиц из числа обслуживающих организаций. Глава ведомства поручил следователям Центрального аппарата СК России принять уголовное дело к своему производству и оперативно расследовать все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в региональном подразделении будут сокращены две единицы. Хабаровчанин Николай Шестаков, потерявший сына в результате ДТП в 2014 году, выразил недовольство результатами ряда проведенных судебно-медицинских экспертиз, заключения которых, по его словам, во многом разнятся. Просьбы были две к Александру Ивановичу. Во-первых, помочь мне разобраться в сложившейся ситуации, потому что уже все на тормоза спущено. И второй я очень просил, последняя станция, это в российском центре судебно-медицинских экспертиз, чтобы там провели, потому что я уже больше другим судебно-медэкспертом не верю. Глава ведомства принял решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в новое специализированное подразделение Главного следственного управления СК России по расследованию преступлений в медицинской сфере. Поручил подчиненным провести все необходимые исследования для установления объективной картины произошедшего. По поручению Александра Бастрыкина в отношении сотрудников территориального следственного подразделения, в чем производстве находились материалы дела, назначена служебная проверка. Также сокращены две ставки. Заявительница из Волгоградской области Гулина Наумова выразила обеспокоенность слишком длительным расследованием уголовного дела о смерти мужа. Почти два года назад ее супругу стало плохо, по вызову приехала скорая помощь, и медики отправили его на амбулаторное лечение. В течение двух часов мужчине еще дважды вызывалась скорая помощь, и последняя бригада констатировала смерть мужчины от болезни сердца. В беседе с Александром Бастрыкиным вдова выразила непонимание причин неоднократного приостановления следствия. Кроме того, она пожаловалась, что некоторые ее доводы остались без реакции, в связи с чем она опасается, что виновные в смерти мужа останутся безнаказанными. Не знала, чего ожидать, но теперь понимаю, что все, что хотелось, именно сегодня исполнилось, и надеюсь, что уже следующего не будет повода, чтобы приехать сюда, то есть на этом мы как бы закончим. Всего сегодня председатель Следственного комитета принял 15 человек. По каждому случаю приняты процессуальные решения. Также Александр Бастрыкин пообещал заявителям принять их еще раз, если будут какие-либо претензии к следствию. Продолжение следует...